Валовый сбор зерновых и зернобобовых в республике составил почти 2 миллиона тонн. Культуры скошены на площади свыше 930 тысяч гектаров. Всего в Башкортостане убрали более 40% площадей. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов. По его словам, в 15 районах республики убрали больше половины посевных площадей. В Калтасинском и Бураевском районах 80%. Работа по озимым зерновым культурам практически завершена. Максимальная урожайность 40,5 центнеров с гектара показал Крамаскалинский район. Уборка яровых выполнена на 54%, намолочена более 1 миллиона тонн зерна. Также агрария 12 районов республики скосили масличные, рапс, корчицу и лен на площади 28 тысяч гектаров. Низкие темпы уборки не позволяют активно приступить к посеву озимых культур, сообщил Ильшат Фазрахманов. Сейчас только 4 района Башкортостана выполнили более 30% плана. Власти Башкортостана предлагают потенциальным инвесторам открыть пансионат для пожилых и инвалидов. Инвестиции в проект оцениваются в 22,5 миллиона рублей. Бизнес-кейс подготовила корпорация развития. Для будущего пансионата подобрали подходящее здание в Ильишевском районе. Их общая площадь составляет почти 1 тысячу квадратных метров. Ранее постройки использовала одна из районных больниц. Их передадут инвестору в собственность. Новому владельцу предстоит реконструировать комплекс станей, который в дальнейшем смогут принять 20 постояльцев. Это позволит частично решить проблему нехватки мест для людей, нуждающихся в уходе и специализированной помощи. Практически все пансионаты из города Уфаву исключили. Всем пришлось приехать. Кто-то в Кусноренково, кто-то в Удлино, кто-то еще куда-то. В государственных домах учреждений стоит очень большая. Там попасть невозможно даже платное отделение. Инвестпроект пансионата реализуют в форме государственно-частного партнерства. В качестве мер поддержки инвестора освободят от налога на имущество организации. С первый год работы выручка пансионата может составить 11 миллионов рублей, за 20 лет – 300 миллионов, чистая прибыль – 56 миллионов. Срок окупаемости оценивается в 11 лет. Регоператор Дертюли Мелеводстрой меняет юридическую прописку. Компания решила переехать из Башкортостана в Нижний Новгород. До сих пор предприятие было зарегистрировано в селе Иванаево Дертюлинского района. Республиканский рынок ТКО компания покидает на фоне обострившегося конфликта с властями. Напомню, Дертюли и Мелеводстрой лишили статуса регоператора в середине июня из-за неоднократных жалоб на качество их работы. Его функции до конца июля взяли на себя сами муниципалитеты, а затем к работе приступила компания «Экосити». Судебная тяжба региональной минокологии с Дертюли и Мелеводстрой продолжается. И в момент мусорного коллапса в Таташлинском, Краснокамском, Янаульском районах, а также городах Агидели и Нефтекамск был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Его накануне своим распоряжением отменил глава Башкортостана Радихапиров. 98,5 тысяч микрозаймов выдали жителям Башкортостана в июле. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда АМФО одобрили 87 тысяч заявок. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Лидером по числу выданных микрозаймов стала Москва с показателем 165 тысяч. Далее расположилась Московская область 139 тысяч. Краснодарский край – 107,5 тысяч. Свердловская область – 102 тысячи. Башкортостан занял пятую строчку среди регионов. А Татарстан расположился на следующем шестом месте с показателем 83 тысячи. Всего по стране в прошлом месяце выдали почти 3 миллиона займов до зарплаты, что больше на 8,5% в июле прошлого года россияне оформили 2,5 миллиона микрокредитов. По данным НБКИ, после роста в начале этого года к лету темпы выдачи займов сократились. В качестве причин необходимо указать высокую закредитованность населения нашей республики. Регион находится в первой десятке рейтинга по уровню закредитованности населения. И в таких условиях банки безусловно ограничивают выдачу кредитов своим заемщикам, и тем самым подталкивая определенные группы населения для того, чтобы они обратились к услугам микрофинансовых организаций. Ну и необходимо иметь в виду, что у нас активно был период отпусков. Учебный год у нас, и население прибегает к займам до зарплаты. Напомню, в Башкортостане в марте этого года выдали 35,5 тысяч потреб-кредитов. Это на 23% больше, чем в феврале. По числу выданных займов на покупку различных товаров республика стала шестой среди регионов страны. Власти Уфы ищут подрядчика на разработку проекта ремонта объекта культурного наследия – парка имени Ленина. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 8,5 миллионов рублей. Исполнителю предстоит сделать предпроектный анализ, создать эскизный проект благоустройства, получить заключение госэкспертизы и согласовать проект с Башкульт-наследием. Также должна быть разработана архитектурная концепция с учетом мнения горожан. Победитель торгов также должен предусмотреть функциональное зонирование территории, разработать индивидуальный дизайн малых архитектурных форм, информационных табличек и указателей. В проекте необходимо предусмотреть озеленение территории, установку видеонаблюдения, освещение, точки доступа в Wi-Fi. И вот все эти работы должны быть выполнены до 15 ноября. Источником финансирования проекта выступят бюджету города. Это все новости к этому часу. Следите за новостями вместе с РБК Уфа. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok